Дорогой Радифаритович вернулся на родину. В прямом и переносном смысле вчерашняя оперативка прошла в полном составе президиума. Был и Радифаритович, и Андрей Геннадьевич, и Константин Борисович. Безмолвный, как обычно, но страшный. В общем, все вернулось на круги своя. И Хабиров довольно длинное вступление сделал к этой оперативке. Начал он, естественно, с актуального в стране, с специальной военной операции. Он рассказал о том, что у него было очень насыщенное утро, и он вручал награды воинам некого отряда БАРС. Мы уже, честно говоря, не успеваем следить за тем, какое количество отрядов дивизий, батальонов и прочих воинских формирований тут у нас самообразовалось или образовалось при помощи военкоматов и Министерства обороны. Ну вот, в общем, какой-то там отряд БАРС. Также Радий Фаритович с каким-то нескрываемым восторгом сообщил о том, что оба башкирских батальона и батальон имени Шеймуратова и батальон имени Достовалова выдвигаются в район специальной военной операции, закончив боевое слаживание на Тотском полигоне. Не знаю, что так обрадовало Радий Фаритовича, но, видимо, он как-то ждет каких-то воинских побед от наших батальонов и будет тоже ими очень гордиться. Также Хабиров обратил отдельное внимание своих подчиненных, глав районов и всех-всех-всех на то, что, как он выразился, из зоны специальной военной операции возвращается, а скоро еще и вернется, как он назвал их, много толковых людей. И Хабиров потребовал от кадровых служб всех уровней обратить внимание на этих людей, начать их обихаживать, трудоустраивать, всячески о них заботиться. Не первый раз звучит вот эта фраза. Первоначально она, конечно, прозвучала несколько коряво, пару-тройку оперативок назад Хабиров говорил о том, что их нужно там чуть ли не нанимать в министерство и ведомство, потому что от них будет очень много пользы. Сейчас прозвучало это несколько иначе. Сейчас Хабиров очевидным образом имел в виду то, что эти люди, пройдя горячие точки, приобретают некие специфические свойства, как и любые люди, побывавшие на войне. Это, как говорится, к сожалению, аксиома. Люди, получившие военный боевой опыт, получившие вот эти вот, прямо скажем, отрицательные эмоции и в массе своей получающие посттравматический синдром, скорее представляют опасность для общества, если они брошены и оставлены на произвол судьбы, о них нужно заботиться и так далее, и так далее. Мировая практика действительно говорит о том, что ветераны военных конфликтов нуждаются в особом тщательном внимании со стороны общества, иначе они начинают представлять угрозу для общества. Если Хабиров говорил именно в этом контексте, то тут, пожалуй, нужно его поддержать, потому что мы помним, как сложилась судьба, к сожалению, трагически сложилась судьба и ветеранов афганского конфликта, и ветеранов обоих чеченских войн, те из них, кто остался без попечения, без опеки государства и без помощи, к сожалению, пошли в массе своей, опять же, я не говорю за всех, но очень многие из них пошли неверным путем, это и алкоголизм, это и наркомания, многие из них примкнули к каким-то криминальным группировкам и применяли там свои военные навыки. В общем, Россия имеет опыт такого негативного результата в отношении ветеранов, возможно, что в этот раз получится сделать что-то другое, хотя что-то мне подсказывает, что у нас все будет как обычно. Далее Хабиров заговорил о собственных успехах. Как известно, самые его яркие успехи – это покупка чего-нибудь готового. В данном случае речь шла о том, что он смог купить 35 новых автобусов. Ну, вот он так радовался и так гордился тем, что он смог за деньги, государственные, бюджетные деньги, купить 35 автобусов, что мне как-то стало даже немножко как-то не по себе, и немножко как-то вот я стал стесняться за него, потому что, ну, это как вот, знаете, жена сожгла котлеты, да, а муж ей говорит, иди хлеб купи, а она раз купила хлеб, он такой говорит, ох, какая ты молодец, а. Ну, вот примерно так это выглядело. Дали денег, купил автобусы, ну что тут такого? Ну, Хабиров радовался как ребенок, благодарил Нифас, благодарил, значит, Булушу, что какие мы молодцы, купили 35 автобусов. Не забыл Хабиров и о праздниках, напомнил своим подчиненным, что 11 октября они кровь из носу должны открыть монумент генералу Шеймуратову на Советской площади, потому что в этот день будет День Республики, да и вообще пора бы уже открывать вот это вот все с белой колоннадой и черным всадником. Ну, я, честно говоря, с замиранием сердца жду вот этого момента, потому что, ну, по отзывам многих архитекторов, конечно, вот эта композиция, которую там залудили вот эти товарищи с их специфическим вкусом, это какой-то страшный трэш и смешение стилей, ну, вот греческая колоннада, черный всадник, мраморная плитка, трижды переложенная и под определенным углом, ну, в общем, вот в любом случае 11 октября нас это ожидает. Говоря о текущих профессиональных праздниках, Хабиров говорил о том, что случился на минувшей неделе День Российского кино, и Хабиров отдельно остановился на башкирском кинематографе. Башкирский кинематограф, я по-другому не назову, это такой особый феномен в российском кинематографе. Ну, тут не могу не согласиться. Конечно же, башкирский кинематограф, это как, ну, как и башкирская космонавтика, как и башкирское слоноводство и многие другие отрасли народного хозяйства, конечно, это абсолютный феномен, но тут почему-то Ради Фаридович, видимо, по незнанию заговорил о одном из мурзагуловских проектов, выразился он следующим образом. Мы ждем от студии Муха и Камиля Бузыкаева полнометражный мультфильм «Северная Амура». Помнится, еще в 2010 году я здесь в Уфе встречался с господином Мединским, и вот он тогда еще начал талдычить про «Северные Амуры». Ну, там немножко другой контекст был, там вот это вот 200-летие войны 12-го года надвигалось, и Мединский считал, что для башкирии было бы уместно начать гордиться вот этими «Северными Амурами», надо бы что-то сделать, может быть, памятник поставить, может быть, какие-то легенды сложить. Ну, в общем, вот так это звучало. Напомню, это с тех пор прошло 12 лет. И вот опять 12 лет минуло, и мы опять ждем фильм про «Северные Амуры», и как-то все это уже начинает тихонечко надоедать. Кроме всего прочего, стоит заметить, что еще в бытность своей активности здесь вот в медийном пространстве тот же самый незабвенный Камиль Бузыкаев, судя по всему, получил некую сумму из бюджета на съемки фильма, эпического фильма, духоподъемного фильма про башкирского дипломата Карима Хакимова, тот самый «Красный Паша», которого, впрочем, казнили большевики в 1938 году. Но вроде как план такой был. Где, хочется спросить, дорогой Камиль Бузыкаев, где фильм про «Красного Пашу», зачем ты ездил за бюджетный счет в Эмираты и прочее, прочее? То есть я помню, как они тут, значит, пировали на эту тему, но кончилось все покупкой маечки Джорджио Армани и нового внедорожника. Ну, в общем, Радий Фаридович очевидным образом не в курсе дел в башкирском кинематографе, но, тем не менее, очень им гордится. Завершая вступление к оперативному совещанию, Хабиров поделился своими впечатлениями от посещения Стерель-Тамака. Он съездил туда на очередной какой-то там праздник, купечество 2000 или что-то подобное. Охарактеризовал ситуацию в Стерель-Тамаке Радий Фаридович следующей фразой. Стерель-Тамак живет, развивается, очень хорошее настроение у людей. Ну, как-то вообще очень странно все это звучит. Еще Хабиров добавил, что там прекрасные дворы в Стерель-Тамаке, и очень благодарят его за это жителям. Все это прозвучало на фоне того, что именно на прошлой неделе был всплеск недовольства и паники в Стерель-Тамаке, в том плане, что там уже дышать совсем стало нечем. Стерель-Тамак, Салават этим летом задыхаются от смога, от выбросов промышленных предприятий. Никто не дает никакого ответа, почему это происходит. Никак не может спрогнозировать, никак не могут измерить. Просто тишина и молчание. Судя по всему, Радию Фаридовичу начали уже подводить каких-то подсадных жителей конкретных населенных пунктов, потому что именно на прошлой неделе в Стерель-Тамаке случился всплеск недовольства и тревожности населения в связи с тем, что уровень загрязнения воздуха уже там дошел до каких-то немыслимых пределов, и жители недоумевают, почему ни Стерель-Тамак, ни Салават башкирские власти не включили в федеральную программу «Чистый воздух». Судя по всему, Хабиров и его команда тщательным образом оберегают крупнейшие химические производства Республики Башкортостан от вмешательства экологов, потому что в программе «Чистый воздух» заложен и мониторинг, и выработка рекомендаций по улучшению атмосферы загрязненных городов, а все эти рекомендации сводятся к тому, что предприятия будут вынуждены ставить новые фильтры, заниматься очисткой воздуха, контролировать выбросы, а вот именно этого, видимо, не желает допустить Радий Фаридович, дабы не нанести этим любимым предприятиям каких-нибудь новых затрат или, не дай бог, чтобы они там потратились на что-нибудь, кроме каких-нибудь праздников или поездок Радия Фаридовича в заграницу. Далее перешли к обзору ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Александровна Голованова доложила нам о том, что у нее приключилось 9 аварийных отключений свыше 8 часов и 40 аварийных отключений чуть меньше 8 часов, которые вот случились на территории республики. Ни слова Ирина Александровна не обмолвилась о том, что вот у нее на прошлой неделе произошли такие яркие в визуальном смысле аварии, как фонтан высотой с пятиэтажный дом, который рванул на улице округ Галливуфе, и фонтан поменьше, который случился на Менделеево. То есть рвутся коммуникации под землей настолько, что они промывают и пробивают асфальтобетонное покрытие. Почему-то об этом Ирина Александровна решила не рассказывать нам, а рассказывала о каких-то рядовых авариях и отключениях. Выслушав довольно краткий доклад министерки ЖКХ, Хабиров сообщил нам всем собственное видение проблем жилищно-коммунального хозяйства, а именно он все еще настаивает на том, что главная проблема ЖКХ – это полив недавно посаженных деревьев. Причем сослался Хабиров, как обычно, на свой главный источник информации, на мадам Прочаковскую, которую, судя по всему, действительно решили не допускать до эфира, потому что она раздражает не только меня, а, вероятно, всего, и всю остальную почтенную публику, включая состав правительства. Теперь Хабиров просто ссылается на информацию, полученную от Прочаковской. Далее Хабиров сделал неожиданное программное заявление, которое было таким ярким, что оно мгновенно облетело многие федеральные телеграм-каналы и вышло в новостные ленты. Процитирую. Он сказал, «Муниципалитеты просят технику. Но у нас нет денег. Потому берите кредиты, лизинг, рассрочку, живите в долг. Ничего страшного. Без первоначального взноса берите. Больше за счет бюджета технику не будут вам покупать в этом году». Конец цитаты. Ну, действительно неожиданное заявление. В общем-то, за язык никто не тянул. И речи от подготовки к зиме, в общем-то, и не шло. Однако вот что-то, видимо, сподвигло Хабирова объяснить муниципалитетам, что больше в этом году, а возможно и в следующем, они не получат никакой муниципальной техники. Они должны теперь залазить в долги. Ну, кроме того, что складывается ощущение, что деньги избыточным образом потрачены на всевозможные праздники, фестивали и дорогостоящие поездки за рубеж, вот примечательно, что долго и нудно вступая в оперативное совещание, поговорив о многих-многих вещах, Хабиров ни словом не обмолвался о своей замечательной поездке в Узбекистан. Неделю веселились и колбасились в этом Узбекистане, тратили по 4,5 миллиона в день бюджетных денег, но мог бы парочку слов-то рассказать нам, какой там плов, какая там, значит, шурпа и вообще как зашибись там в этом Самарканде. Ну, даже как-то немножко обидно. Ну, нет, все кончилось тем, что у него кончились деньги на покупку коммунальной техники. Выступавший вслед за госпожей Головановой, министр транспорта и дорожного строительства Булышев, в своей обычной плаксивой манере рассказал нам о том, что у него случилось за неделю 84 ДТП, пострадало там 89 человек и погибло 8. Уровень смертности на дорогах действительно держится очень высоким, а у нас еще не осень и не скользкая зима, так что, конечно, эти показатели опять близятся к критическим. Также господин Булышев обманывался о том, что на объектах железнодорожного транспорта происшествий нет. Вот тут я, как говорится, вскричал. Уважаемый Александр Владимирович, одно из двух, либо вы действительно абсолютно не в курсе происходящего в вашем ведомстве и несете какую-то совершенно лютую ересь, и ни одной из ваших цифр верить нельзя, либо, ну, как бы вы делаете это злонамеренно, дорогой Александр Владимирович. Дело в том, что на минувшей неделе именно на железнодорожном транспорте случилось два достаточно серьезных происшествия. Речь идет о том, что на одном из перегонов поезд столкнулся с легковым автомобилем и есть пострадавшие, а в Чешминском районе поезд насмерть сбил женщину. Какие еще вам нужны, Александр Владимирович, происшествия на железнодорожном транспорте? Столкновение двух пассажирских поездов, как в Лутиляке? Вы, как говорится, на мелочи не размениваетесь? Ну вот, это яркий пример того, насколько некомпетентен, насколько неинформирован господин Булышев о событиях, которые происходят непосредственно в его собственном ведомстве. Я намеренно опускаю доклад господина Фазарахманова об успехах в сельском хозяйстве, и не потому, что не хочу рассказывать об успехах, они действительно там есть, и действительно они грандиозные в этом году. Давайте пару-тройку недель подождем, и мы получим уже конечные результаты, и действительно там будет о чем поговорить. Далее, по ходу оперативного совещания, ну, опять начали, честно говоря, из пустого в порожнее, потому что заговорили о ходе реализации программы «Башкирские дворики». Докладчицей была та же самая Ирина Александровна Голованова. Собственно, ну, надо немножко, наверное, переименовывать вот эти вот доклады. Это не о ходе реализации программы «Башкирские дворики», а о том, как мы продолжаем и продолжаем дальше успешно пилить бабло на благоустройстве наших городов. Вот так было бы правильнее назвать этот доклад, но тем не менее. Общим объемом финансирования в этом году по этой программе стал 1 миллиард и 60 миллионов рублей. Программа охватила 28 муниципалитетов из 61. 200 дворов было подвергнуто реконструкции по программе «Башкирские дворики». В результате, по словам Головановой, было создано 4550 парковочных мест, то есть, в принципе, их просто разметили, сказали, вот здесь теперь машины будут стоять. Установлено 646 опор освещений, 165 детских спортивных площадок, чуть меньше, чем самих дворов. Заасфальтировано 330 тысяч квадратных метров асфальта и установлено 983 скамейки. Цифры звучат действительно очень неплохо. Но если смотреть среднюю стоимость, среднее количество сделанного, то получается несколько иная картина. В среднем каждый двор из этих 200 обошелся аж в 5 миллионов 300 тысяч рублей. Одна приличная квартира для детей-сирот. Примерно три светильника или опоры освещения было установлено в среднем в каждом дворе. Заасфальтирована площадь в каждом среднем дворе 1650 квадратных метров. Кажется, что это много, но на самом деле это всего лишь квадратик 40 на 40 метров. Ну и в среднем 5 скамеек появилось в каждом дворе. Вот здесь я подвергаюсь сомнению. Честно говоря, скамеек у нас критически мало, даже в новых отремонтированных дворах. В общем, если раскидывать, как говорится, на 200, то тут получается все весьма скромненько. Итоги. Госпожа Голованова планирует подвести 1 октября, когда вся эта программа должна быть уже завершена. На данный момент она завершила 59 дворов, 125 дворов близки к завершению. И в 16 дворах работы будут делиться до 1 октября. Далее поговорили и о ремонте подъездов. Тут, собственно, все тоже достаточно расплывчато. Кроме денег, которые уже освоены, 493 миллиона рублей ухнули вот в эту программу. В среднем ремонт каждого подъезда обошелся бюджетом в 550 тысяч рублей. Все, у кого отремонтированы подъезды, могут походить по ним, ну и оценить глазами. Стоит это 550 тысяч рублей или нет. Это замазанные краской кнопки лифтов и прочее-прочее. Заканчивается программа, это тоже 1 октября. И отдельно поговорили о неком благоустройстве для инвалидов. И тут, конечно, прозвучала довольно смешная цифра. На всю республику будет благоустроено в плане доступности въезда и попадания в квартиры только 7 домов на всю республику, 7 пандусов построят в рамках вот этой программы. При том, что всего в многоквартирных домах в республике живет 1800 инвалидов-колясочников. Даже Хабирову показалось, что это маловато. Он, слушая Голованову, как-то встрял и говорит, ну что-то 7 это мало, давайте этим заниматься и прочее. Окликнул Ленару Иванову, которая стала отпираться от того, что она что-то должна делать, а она, оказывается, должна только там чего-то согласовывать и синхронизировать. В целом программа ремонта подъездов имеет следующий итог. За 3 года, когда они, значит, качают бабло через вот эти вот проекты, они заявляют о ремонте 6500 подъездов. Ну, звучит, конечно, грандиозно. 6500 подъездов в Башкирии отремонтировано за 3 года. Но давайте посмотрим на общие цифры. Например, только в Уфе примерно 20 тысяч подъездов. А всего в республике около 45 тысяч подъездов. То есть из них отремонтировано 6500. Вроде бы немало, но, в общем-то, и немного. На вчерашней оперативке, очевидно, было два героя. Это госпожа Голованова и господин Булышев. Потому что вслед за Головановой опять на сцену выпустили Булышева, который доложил нам о ходе строительства, реконструкции и ремонта дорог в республике Башкортостан. Ну, прям такой программный доклад. Впрочем, господин Булышев, как обычно, был не внятен и краток. Он сообщил нам о том, что сумма дорожного фонда в республике Башкортостан в этом году, с учетом федеральных доплат и субсидий, составила 43 миллиарда 400 миллионов рублей. Вдумайтесь, вот эта гигантская сумма попала в руки господина Булышева, и теперь он ей распоряжается, значит, следующим образом. 14,1 миллиарда рублей – это строительство и реконструкция дорог и мостов. 11 миллиардов 600 миллионов рублей – это капитальный ремонт дорог и мостов. И 9 миллиардов 600 миллионов рублей – это содержание дорог и мостов. Вот так три основные затраты. Обращаю внимание, что строительство новых объектов – это только треть той суммы, которую доверили распорядить господину Булышеву. В итоге в республике строят 75 километров дорог, строят заново, капитально ремонтируют 9 тысяч километров дорог, ремонтируют 25 мостов и устраивают освещение 31 километра дороги, по крайней мере, со слов господина Булышева. Вот здесь я отмечаю его очередную некомпетентность. На самом деле количество километров, которые должны быть освещены в этом году – это 113 километров по плану. Но он говорит только о 31. Упомянул господин Булышев и о восточном выезде, готовность которого он оценивает в 53%. И темпы строительства там опережающие. Господин Булышев заявляет, что восточный выезд будет сдан аж на целый год раньше, чем планировалось. Вообще Булышев, конечно, как персонаж – это удивительно примечательное такое явление. Никто не понимает, откуда он взялся и почему, и за какие заслуги он сделался министром транспорта и дорожного строительства. Сам он, судя по всему, тоже до конца этого не понимает и не верит в собственное счастье, потому зачастую замирает, видимо, от этого счастья. В этот раз во время доклада по нему ползали мухи, но он даже не шелохнулся, видимо, боясь спугнуть то ли удачу, то ли благоволение начальства. Но в целом Хабиров действительно благосклонно выслушал Булышева и даже завершил его доклад какой-то загадочной фразой. Там впереди горизонты очень хорошие, поэтому просто нужна дисциплина и активная работа. Так и непонятно, в чей адрес прозвучал вот этот вот непрозрачный намек, то ли в адрес Булышева, который более чем дисциплинированный, даже боится муху с себя спугнуть, ну, может, в чей-то еще адрес. Но тут Хабиров, как бы опровергая доклад Булышева, вдруг заговорил про освещение дорог, то самое, которое, ну, до конца не понимает и не знает по количеству господин Булышев. А именно речь зашла о дороге Р-240. Если кто не знает, то именно так называется дорогу Фастер-Ль-Тамак. Хабиров сказал, цитирую, «Не задаю неудобных вопросов, но, похоже, вам нечего мне ответить. В августе должно было быть готово освещение». Но, очевидно, он же как раз вот ездил на праздник в Стер-Ль-Тамак, освещения не было. С места кто-то безымянный, но, видимо, очень ответственный, доложил Радио Фаритовичу о том, что 30 километров дороги Уфа-Стер-Ль-Тамак уже освещены, но случилась незадача. С 66 километров дороги украден кабель. Надо же как, ловко вообще. Прямо к моменту, когда нужно было сдавать объекты, и все должно было светиться и радовать глаз, украли кабель с 66 километров дороги. Чудо прямо. Чудо как ловко. Хабиров, в общем-то, благосклонно к этому отнесся. Ну, украли, так украли. Это же дело такое, как говорится, обычное. Как он сказал, ну, хорошо, скоро все будет там светиться, и будем мотаться в Стер-Ль-Тамак за пивом по ночам. Потом подумал и сказал, не, по ночам пиво не продают. Ну, в общем, владеет вопросом Радио Фаритович более чем. Завершили оперативное совещание докладом министра образования Айбулата Вакиловича Хажина об итогах приемной кампании в ВУЗы и СУЗы Республики Башкортостан. Отдельно хотелось бы отметить, что если Радио Фаритович держит свое слово, если он хозяин своему слову, то этот доклад Хажина должен быть последним, крайним вообще в составе правительства Республики Башкортостан. И в следующий понедельник у нас уже будет новый министр образования, либо временно исполняющий обязанности министра образования, потому что Радио Фаритович нам всем обещал уволить Хажина и Егора Родина, если к первому сентября в Старом Сибае не откроется новая школа. А она там не откроется. Это уже гарантировано. Так что прощальный доклад Хажина содержал в себе массу много разных цифр. В частности, мы узнали, что у нас 22 700 бюджетных мест в средних учебных заведениях Республики, на 150 бюджетных мест в этом году стало больше. Всего было подано 60 400 заявлений, то есть примерно в среднем 3 человека на место претендовали в средние учебные заведения, но Хажин утверждает, что, например, на специализацию информатика и вычислительная техника конкурс составил аж 49 человек. При этом 1250 мест загадочным образом в средних учебных заведениях так и остались незаполненными, в основном в сельских СУЗах. Хажин не очень печалится на сей счет, потому что он почему-то считает, что незаполненные бюджетные места в сельских профессиональных учебных заведениях это почему-то возможность для сельских ребятишек получить образование. Где здесь логика, я не понимаю. Но вообще мы достоверно не знаем, кто по образованию Хажин, но точно у него очень плохо с математикой, потому что цифры у него совершенно не бились и говорил он, судя по всему, наугад. Когда он заговорил про прием студентов в высшие учебные заведения, он сообщил нам, что всего в Башкирии 14 374 бюджетных места, запомним эту цифру, и что за последние пять лет эта цифра возросла на 42,5%. Всего в этом году в вузы республики зачислено 14 933 студента, из них, по словам Хажина, 12 190 человек на бюджет и 2743 человека на коммерческой основе обучения. Вот тут опять у нас появляется разница. 12 190 бюджетных мест заполнено, при том, что всего у нас бюджетных мест 14 374. Уважаемый Айбулат Хажин, а куда вы дели 2184 бюджетных места? Хочется спросить уважаемого министра образования, куда делись вот эти более 2000 мест, бюджетных мест, за которые готовы платить государство, особенно на фоне того, что тот же самый Айбулат Хажин сообщил нам о том, что, например, конкурс в УГАТУ составил 19 человек на место. В нефтяной институт 17 человек на место. В педанинститут 14 человек на место. Ну, если такой конкурс. Как же у вас, Айбулат Вакилович, пустует свыше 2000 бюджетных мест? Совершенно непонятно. То есть тут напрашивается вывод, что министр образования у нас просто не умеет считать. Также, конечно, вызывают некоторые беспокойства и средний балл поступающих в ВУЗы. Из года в год он снижается, и в этом году составил уже от 64 до 74 баллов ЕГЭ. То есть эта цифра начинает стремиться всего к 50% знаний, которые получили школьники в школе. Ну, совсем уж какой-то убогий, если честно, порог вхождения в высшее учебное заведение. Хабиров слушал доклад Хажина, прямо скажем, в полуха. В очередной раз выскажу надежду на то, что Хабиров все-таки исполнит свое обещание по поводу увольнения этого бестолкового министра образования, который, правда, раздражает практически всех профессионалов в этой отрасли, который действительно никакой не министр образования, а человек, который восторгается только объемами финансирования. В общем, на этом закончили, но сама по себе оперативка не закончилась. У нее случилась та самая закрытая часть, которая, в общем-то, регулярно стала случаться в последние разы. Я очень надеюсь на то, что хотя бы своим друзьям, товарищам и коллегам Ради Хабиров детально и в подробностях изложил то, как он прекрасно питался в Узбекистане, какой там вкусный плов, всякие шурпе, шашлык и прочее, прочее, прочее. Ну так уж нельзя. Человек гульнул на 32 миллиона и никому об этом не рассказывает. Ну хотя бы своим расскажет.